Пожертвовать или нет? Вот в чем вопрос. Каждый день жители Владивостока дают деньги волонтерам с прозрачными коробками. Но прозрачны ли цели? Помочь больным детям или бездомным животным призывают добровольцы. Однако у горожан все чаще появляются сомнения, доходят ли деньги до нуждающихся. Мошенничество в сфере благотворительности обсудили на круглом столе представители власти, края и общественные организации. Есть несколько фондов, деятельность которой вызывает сомнения у нашего профессионального сообщества, потому что мы понимаем, что их схемы сбора пожертвований не совсем легальны и не прозрачны. И также они вовлекают в это дело несовершеннолетних волонтеров, которым платят деньги, что уже не является волонтерством. Отличить настоящего волонтера от мошенника с первого взгляда практически невозможно. Но по словам экспертов, ни одна папка с документами, которую берут с собой так называемые автобусные волонтеры, не соответствует юридическим требованиям. Необходимо перекрывать возможность заниматься сборами пожертвований среди добродушных людей. Действительно здесь необходимо работать с транспортом, действительно необходимо вести и работу с подростками, которые участвуют в этих мероприятиях, чтобы они этим не занимались. Случай в Твери подлил масло в огонь. Подростки хотели собирать деньги на помощь больным детям, а оказалось, средства уходили в карман незнакомому дяде. Получается, и сами обманулись, и добрых людей вокруг пальца обвели. Представители официальных фондов взывают к рациональному подходу всех, кто хочет помочь. Быть разумными и не поддаваться вот этому всеминутному желанию поучаствовать в чьей-то судьбе или еще что-то, но получить просто больше информации, зайти в интернет. То есть не делать сразу пожертвования, а разобраться с тем, кто просит, на что просит. Пускать социальные ролики на тему мошенничества, распространять информацию, оповещать горожан и транспортные службы предлагали участники «Круглого стола». Главное, чтобы радикальные меры не навредили деятельности настоящих благотворительных организаций. Но это уже вопрос к тем, кто возьмется формировать критерии. Ольга Продан, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.